Слава Тебе, Боже, да слава Тебе! Пресвятая Богородица, спаси нас! Светитель, очи наш, Николая, были Бога у 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 нас! Во имя Отца и Сына и Святого Духа! Аминь! Декабрь 2. Преподобный Иса, Исей, епископ Цилканский, родился в Антиохии Сирийской, в благочестивой христианской семье. Еще отроком он почувствовал влечение к духовной жизни, а по достижении совершеннолетия с благословения родителей отправился в одну из антиохийских обителей, где подвязался тогда преподобный Иоанн Зидазнийский. В числе 13 святых сирийских аппадокийцев, отцов, общая память 7 мая, избранных по жребию преподобным Иоанном Зидазнийским, так повелела Пресвятая Богородица, преподобный Исе пришел в Грузию. Здесь он вместе с другими святыми отцами учил народ и наставлял людей в благочестивой жизни, являя пример святости и исцеляя больных. Слава о подвигах святых 13-ти сирийских отцов возросла в народе так, что католикос архиепископ Грузии и Евлавии предложил собору епископов избрать на свободные кафедры некоторых из этих подвижников. При затруднении, кого именно выбрать, так как все были одинаково достойны епископского сана, положили зайти на гору Заден, где жили подвижники, и избрать тех, которые там будут в это время совершать божественную литургию. Таким образом, стали епископами иеромонах Авил и радиакон Исе, назначенный на Цилканскую кафедру. Прибыв в свои епархии, святитель Исе был поражен обилием языческих обрядов, обычаев и верий. Он ревностно занялся восстановлением благочестия, неутомимо проповедуя и часто совершая богослужения. Труды его дали всходы. В Цилканской епархии утверждалось православное благочестие, а с ним утвердилась и Церковь Христова. Продолжая свои аскетические подвиги, святитель Исе стяжал великие дары молитвы и чудотворения. По его молитве именем Господа Иисуса Христа, из реки Ксани отделилась струя воды, которая следует движению святительского жезла, образовала русло канала и протянулась до храма Пресвятой Богородицы близ Цилкани. Благоустроив свои епархии, святитель Исе отправился в проповеди Слова Божия к Осетинам и другим горским народностям главного Кавказского хребта. Он обходил ущелья и скалы с Евангелем крестом в руках, повсюду утверждая богооткровенное учение. О близости кончины святитель Исе узнал по откровению свыше. Собрав свою пасту и клир, он преподал духовное наставление, приобщился к святых тайн и с воздетыми к небу руками предал свою душу Господу. Это произошло в конце VI века. Точно известен день кончины святителя, 18 августа. Честные мощи святого Исе, прославленные исцелением уже во время погребения его, были преданы земле в храме Пресвятой Богородицы в Цилкании между алтарем и жертвенником. Церковь прислала святителя Исе к лику святых и восстановила его память 2 декабря. Богу нашему слава во веки веков. Аминь. Просим, приходите, подписывайтесь, будете регулярно получать с нашего канала. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова